Благодаря голливудским фильмам у большинства из нас сложился четкий образ супергероя, спасающего мир. Женщина-кошка, супермен или человек-летучая мышь – вот на кого ориентируется современное поколение молодых людей. Однако герои живут и в реальной жизни. Плащ и маску они, правда, не носят, зато для мира делают ничуть не меньше. Людмила, педагог по образованию, уже 7 лет курирует клуб эстетического и физического развития детей с ограниченными возможностями – дорогам добра. Работать с детьми Людмила Комарова начала, когда ее сын Богдан родился с детским церебральным параличом. В нашей семье появился ребенок с детским церебральным параличом – Богдан. И долгое время мы посвятили тому, чтобы найти занятия себе по душе, чтобы немножко из стресса, из депрессии выйти. И чтобы найти что-нибудь такое, что можно делать с ним. Сейчас в группе Людмилы Викторовны уже несколько десятков детей с различными заболеваниями. Под руководством педагога они учатся делать самые простые вещи – поют песни, танцуют, рисуют, делают подделки из бумаги. За 7 лет у педагога накопился большой опыт в помощи детям с психоэмоциональными расстройствами, диагнозом по психиатрии, задержками физического и умственного развития. По словам Людмилы, для нее нет большей радости, чем наблюдать за успехами своих подопечных. Ну, это вообще не работа. Это удовольствие, которое ты получаешь, видя, когда ребенок чему-то научился и что-то понял. Это такой, знаете, тандем такой взаимоотношений между детьми и родителями. Очень тяжело складывается коллектив, любой коллектив тяжело. Проходят всевозможные этапы формирования коллектива. Все равно всегда есть тот, кто чем-то недоволен. Есть всегда какие-то звездочки, на которых все равняются. Есть детки, которые сами по себе ничего не могут, но они такие классные, что их любишь просто так. Нина – одна из учениц Людмилы Викторовны, новенькая в группе. Однако уже освоила несложный танец, а также сама сделала поделку из папье-маше, которую подарила нашей съемочной группе. По словам мамы-ребенка, они очень долго искали учреждения, где могли бы помочь Нине. Но только здесь нашли нужный коллектив и понимание в лице педагога Людмилы Комаровой. Проблема в том, что наши детей нигде не берут. Они считают, что наши дети не могут заниматься. А как мы видим, они прекрасно вообще успешно занимаются также и руками, и, пожалуйста, вам и танцуют, и поют, и все могут. То есть, как у обычных детей, у них существует определенный талант и дар. Только надо развивать.